Самое долгожданное и научное. В эти дни экспедиция под руководством космонавта Алексея Овчинина добралась на корабле «Союз» до МКС и уже начала работу. Впереди более 300 научных экспериментов. Медицинские, медико-биологические, эксперименты по дистанционному зондированию Земли, съемке земной поверхности. Один из главных экспериментов называется «Сарколаб» о влиянии космического полета на человека при путешествиях к дальним планетам, например, к Марсу. Комплексное исследование скелетно-мышечной системы, сухожилий, то есть это и УЗИ мышц и сухожилий, произвольные движения и вызванные движения. Комплексное физиологическое исследование, которое на самом деле очень важно, если мы планируем в дальнейшем межпланетные полеты. Мечта Ника Хейга, бортинженера, который трудится сейчас на орбите, — выйти за борт станции. В открытом космосе он проведет эксперимент по влиянию невесомости на кровяное давление. Для меня наиболее интересным является эксперимент, цель которого — исследовать давление внутри организма. Это и биологические, и физиологические параметры. Что очень важно, этот эксперимент проводится совместно с российскими космонавтами. И я бы сказал, этот эксперимент является символом нашего сотрудничества. Астронавт Кристина Кук, физик и электроинженер по профессии, возглавляет проект «Холодный атом». Под ее руководством экипаж попробует создать самое холодное место во Вселенной. Пока холоднее всего в туманности Бумеранг в созвездии Центавра — минус 272 градуса. Кристина Кук желает опустить эту температуру еще на 1 градус. Для сравнения, на Земле одно из самых холодных мест — Аймекон в Якутии, где температура опускается до минус 70. Этот эксперимент невозможно провести на Земле. Лабораторию «Холодного атома» можно создать лишь в космосе. Мы будем наблюдать за поведением атомов и физическими процессами, которые с ними происходят. Кристина Кук выпала стать героиней еще одного исторического события — первого выхода в открытый космос команды из двух женщин. Вместе с коллегой Энн МакЛейн, которая уже на МКС, в конце марта они заменят солнечные батареи. И на станции станет теплее. Не зря же издревле считалось, что женщина — хранительница очага. А в 21 веке они способны на большее — дать энергию огромной космической станции. Редактор субтитров А.Семкин